Здарова, друзья! С вами я, Штурмейк Вадимович, и в этом ролике мы будем обозревать АТ-АТ от неизвестной аналоговой компании под артиклом 45-45. Поехали! Этот АТ-АТ является игровой версией 2020 года под артикулом оригинального набора. Оригинальный артикул набора является 75-288. Он имеет 1267 деталей, а также 8 мини-фигурок и 2 дополнительные постройки и сам АТ-АТ. Разберемся сначала с мини-фигурками, этими вот нашими красавцами. Начнем сначала со стороны повстанцев, так как тут всего один персонаж. Это мы все отложим вот так вот в сторону. Первый у нас Люк Скайуокер. Он имеет синий световой меч, гранату, он в костюме пилота. Это АТ-АТ по пятому эпизоду в честь 40-летия пятого эпизода. И повторяет сцену опять же из пятого эпизода, где Люк взрывал, уничтожал АТ-АТ с помощью гранаты и своего натяжного крюка. Крюки кошки. Еще раз, он имеет синистого меча, самый стандартный. Умеет самую обычную гранату для Звездных Войн, которая, кстати, у меня первая в коллекции. И вот в таком вот костюме пилота. Принц с двух сторон, самый классический. Имеет белый шлем, какой был в фильме, с красными отметинами сопротивления повстанцев. Ну, в принципе, классический. Имеет два выражения лица. Такой вот, с очками и с поднятыми очками. Так это выглядит. Дадим ему его аксессуары. Точнее, ему дадим гранату. И меч. Отложим его. Потом покажу с ним функцию. Следующий я разберу Империю. И уникальная мини-фигурка именная. Еще одна. Это Генерал Вирс. Имеет макробинокль. Бластер. Имперский. Два выражения лица. Так же, как и люк. Хмурая. И весь... И, так сказать, радостная победия. На лице имеет антенну переговорную. Имеет вот такую вот... Как это назвать? Ну, допустим, назовем шлем. Шлем с очками. В обычном сером костюме. Ремнем и броней. Такая же броня использовалась штурмовиками с мембаны. Из Хан Соло истории. Сольника. И остальными имперцами, офицерами на Хотте, Дагобе, Эндоре и на остальных планетах с не очень удобным климатом. Такой вот обычненький. Серые ноги. Сзади принт. Пояс у брони. Его мы тоже откладываем. Дальше идут повторяющиеся мини-фигурки. Мы их разберем по одной штуке. Первый это пилот АТ-АТ. Имеет вот такой вот серый шлем штурмовика, немного измененный. С гребешком и дополнительными защитными щитками брони. Усилителя сигнала антенн и немного модифицированный шлем. Одно выражение лица. Медь бластер. Костюм у него изображен в виде серого, сине-серого комбинезона. Даже сент-блю, я бы его так назвал. И серого, как это назвать, кирасы серой с жизнеобеспечением, блоком, отходящими ремнями к шлему. Но тут этого не показано, но вообще в фильме они отходили к шлему. Также имеет линии от комбинезона, серые. И кармашки. На шлеме имеют еще красные республиканские, имперские знаки, извиняюсь. И следующий наш, так, второго мы выбираем офицера. И следующий наш пациент, это сноутруппер. Сноутруппер классический. В похожем шлеме, если мы посмотрим, возьмем шлемы генерала Вирса. Видите, у них одинаковая структура. Вот эта вот часть. Но у него еще есть температура, сохраняющая ткань. То есть, допустим, когда в холодные климаты отправляются эти солдаты, эта броня сохраняет тепло. А когда в жарке, сохраняет холод. Ну, то есть поддерживает стандартную температуру тела. Вернем шлем. Имеет среднюю винтовку, среднего размера, обычную леговскую. Кожаные перчатки. Броню. Напринтованную камму, опять же. Пояс. Ну, и сзади, как обычного клона. Так сзади выглядит шлем его. Нету рюкзачка. Хотя могли добавить. Он бы тут вместился. Ну, такой вот, в принципе, сноутрупер. С ним ему шлем покажу вам. Такое вот лицо невыспавшегося солдата. Как будто его разбудили и отправили на фронт сразу. Вот. Имеет две вот такие вот линзы. Ну, в принципе, обычный сноутрупер. Особо ничем не изменился. С 14-го года, да, когда он выходил. А нет, не в 14-м. В 19-м он выходил. С 19-го года никак не изменился до этого набора. Ну, и еще один сноутрупер. Вот тут вот на спидербайке. Кстати, как раз первым спидербайк и разберем. Из трех построек. Первый как раз вот спидербайк. Берет в себя не очень много деталей, но выглядит похожим на... Как в фильме. Имеет устойчивость. То есть я его могу вот так бросить. Могу вот так. Вот так. И он все равно встанет. Допустим, если вот так делать, он будет стоять. Имеет подвижные ножки, я так понимаю, регулировки скорости. Бластер. Типа вот так вот. Как я понимаю, это рычаги управления. Типа так налетим, поворачиваем. И он поворачивает туда куда-нибудь. Или вот так. Имеет место посадочное. Я так понимаю, это рюкзак. Багажник типа, куда можно положить вещи. Спу. Как-то скос такой. Сами антенны, которые делают... Язык заплетает. Имеет роль двигателей. Ну, то есть управленческая система. То есть управляем, а они как-нибудь управляя, меняют, допустим, магнетическую схему. Потому что это магнитная подушка типа. И, допустим, из-за этого мотоцикл поворачивает. Ну, в принципе, мне мотоцикл нравится. Такой маленький, компактный. Похож на оригинал. Его мы убираем. Берем пулемет. Тренажной. Не могу точно сказать, какой это пулемет. Ну, потому что я этого не помню. А мне искать информацию долго. Он имеет треножную систему. Из бластеров. Обычно супергеройских. И состоит из рукоятки от светового меча. Типа свечки. Тазика. И эту деталь я называю тазик. Поэтому не надо мне говорить, что она не так называется. И рукоятки от большого бластера. Роликов и... Детали 2х1. С одним пином. Ну, в принципе, выглядит... Маленько, красиво и практично. Теперь мы разберем наш... АТ-АТ. Я специально открыл эту часть. чтобы показать вам как внутри он выглядит выглядит он внутри так есть два места с этой стороны есть место под пулемет и не надо не говорить то что это не под пулемет это под пулемет я специально смотрел и когда собирал вот это место под пулемет он сюда идеально встает пулемет идеально взлет так извиняюсь за технические неполадки не было неудобно держать на руках поэтому я поправил немного вот с этой стороны есть место для двух солдат и как я уже сказал под пулемет закрываем с этой стороны мы наш а ты переворачиваем попозже поговорим о минусах и вот сейчас может вы могли заметить один минус один из основных минусов именно самой конструкции деталей не конструкции лего а детали пушки отваливаются вот эти вот мы потом подробнее поговорим и с этой стороны три места раз два три посадочных ну и место под спидербайк сейчас я эту сторону оставлю открытой и покажу вам внутри как это выглядит так мы открываем открываем вот так берем наш спидербайк и ставим на свое место закрываем это все дело это дело и вот мы переворачиваем к основному пассажирскому отсеку экипажному и вот видим то что у нас тут стоит спидербайк и мы можем еще двоих солдат туда поставить и того у нас экипаж может составлять раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь человек экипажа может составлять а.т. а.т. перейдем теперь его морде вы не спросите где пушки а я им отвечу вот первая и сейчас где-то вторая упала а вот она вот еще одна пушка вот вот так он полноценно выглядит но минус конструкции там то что упала упала эти вот более-менее крепко держится но если несколько нажать то она падает ну вот это самая крепкая пушка дольше себя держалась так также есть большие снаряды пружинные вот так выглядит морда спереди и сейчас я вам покажу ее сверху вот так выглядит кабина пилотов сверху там можно увидеть очень слабо конечно потому что черная кабина при особо не очень хорошем освещении плохо видно не вот три места вот 1 и 2 это для генерала пирса сюда мы можем посадить это я сейчас условно показываю самом деле их так нельзя посадить вот просто стоя и может стоя положить можно но посадить нет и вот типа такой вот экипаж может быть в кабине раз два сейчас на записи я не знаю отличается ли мой голос от остальных роликов если она ты отличается то могу сказать то что я заболел поэтому может быть немного такой нос гун как это назвать гунганский нет гундос и вот немного гундос и но мы немного отошли от темы переходим обратно к обзору чтобы показать я возьму пушку тут есть вот такая панель управления две одинаковые панели управления такая и вот такая они изображают всякие кнопочки управление рулей все такого это обозначает на типа вот систему видения типа стекло тут и вот типа там сидят пилоты и они смотрят за обстановкой типа как е куда ехать шагать смысле куда нет куда как куда и зачем и почему вот закрываем кабину перейдем к ногам от ног я скажу про ноги я скажу совсем немного и как раз ног мы начнем говорить о минусах ноги являются одним из минусов этого набора потому что нет я не говорю о том то что типа если бы не было бы ног набор был бы лучше если бы не было бы ног не было бы вообще этого т.а.т. потому что это был бы не а.т.а.т. я говорю о том то что ноги можно было сделать лучше я сделал сейчас вот так он стоит я сделал вот так он стоит но как только вы его возьмете и поставите он тоже будет стоять удивительно правда вы скажете что вы скажете некит тогда какой минус ногах а я вот скажу только я захочу сделать вот так ногу и допустим вот сюда он будет очень плохо стоять видите он шатается он шатается и допустим если не поставить вот так ногу вот он падает типа если так поставим то он падает и стоит он более-менее только в прямом положении то есть когда ноги стоят ровно даже мы допустим сделаем вот так вот так и вот так допустим для какой-нибудь позы фотосессии он будет стоять да что у меня сегодня не получается показать вам минус ну короче почему-то на удивление когда я с ним пытался сделать сценку он у меня упал а сейчас когда я это делаю он стоит ровно странно ну короче у меня не удалось вам показать этот минус но знаете то что минус тут в ногах типа ноги могут быть неустойчивыми когда они этого не захотят или когда вы поставите их неправильную позу и допустим когда вы хотите сделать какую-то диораму сцену сценку типа то лучше конечно быть аккуратным и ставить ноги аккуратно вот кстати да тут еще есть такая функция сейчас вам покажу я забыл вам показать эту не бака фичу не бака фичу вот это вот вот так вот беремся открываем здесь и типа он может подтягиваться или отпускаться это конечно очень долго будет делаться все ну вот вот так вот типа туда-сюда но типа как есть так мы с ним сейчас люк что нам не нужен люка с люком минусы я уже сказал пушка ноги ну и в принципе особо минусов больше нету вот кроме этих двух а ну еще да из-за того что типа если мы посадим туда генерала вирса в кабину если мы туда в кабину посадим генерала вирса сейчас это покажу сейчас заберем и вот посадим так небольшая музыкальная пауза вот мы посадили вирса мы закрываем и вот если ровно держать давай иди в шель но так оно будет вот так вот типа торчать немного если же мы возьмем и вытащим оттуда вирса то оно будет лежать ровно ну то есть особо торчать оно не будет сборка прошла типа успе быстро незаметно я бы даже сказал немного отвалилась деталь собрал я этот атеатэ за два вечера ну грубо говоря за два дня я собрал его правда ни на что особо не отвлекаясь больше собрал я его за два вечера сейчас я сложу все части этого набора и мы с вами попрощаемся и я выскажу итог этого набора понравился мне он или нет покупать вам его или нет мой итог набор хороший то есть если типа вы хотите получить атеатэ недорого типа и не хотите затрачиваться чтобы искать на б.у. какой-нибудь атеатэ допустим того же двадцатого года этот вариант просто пушка для вас ну потому что я особо разницы не увидел типа собирается так же как оригинальные лего оригинальное лего только будьте готовы то что все техники элементы которые здесь дохрена будут ломать ваш палец не в смысле кость в смысле кожу вам будет больно их вставлять но это можно сделать с помощью разделителя деталей ну вот с помощью разделителя деталей можно это будет делать типа там кому как удобно покупать вам этот набор ну опять же это я уже сказала если вы хотите себе атеатэ или вам нужен какой-нибудь быстро дешевый атеатэ для диорамы какой-нибудь допустим на диорамы для хоты или эндора то это прям маст хэв то есть типа брать надо нужно можно желательно набрал я его на озоне ссылку наверное оставлять не знаю насчет ссылки посмотрю вот типа он отличается от своих прошлых версий второго 2002 или какого он там вышел 2000 не знаю 14 7 года 21 года он от них отличается это прям точно он может быть меньше по размерам от них он отличается конструкция какой-никакой но по-другому немного там сделано но все равно типа это хорошее атеатэ брать его можно я советую ну а на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш обзор всем спасибо за просмотр по желанию подписывайтесь ставьте лайки я вас к этому не призываю делайте все по вашему желанию вам хорошего настроения и прекрасного дня всем пока